Я жертва всегда и везде. Если носитель такой динамики может такой факт констатировать, то наверняка с определенной периодичностью в его жизни появляются такие ситуации, где он чувствует себя жертвой. И тогда нам в психологии известно, если есть жертва, то должен быть агрессор. И тогда мы задаемся вопросом, а кто является первопричиной или первым агрессором для этого человека? И неважно, мужчина это или женщина, мальчик или девочка, кто? Может быть, мама. Может, мама была слишком тоталитарная или холодная или сама травмированная по тем или иным причинам, очень жестко или дистантно обращалась с ребенком, с девочкой или с мальчиком. И поэтому эта девочка или мальчик, когда вырос, все время попадает в ситуации, где он жертва. И есть такое порядок или принцип, что, например, сексуальный насильник выберет из тысячи жертв именно ту жертву, у которой нарушены границы. Итак, жертва это тот человек, у которого нарушены границы его тела. А границы тела мы регулируем через чувство. Какое? Злости. А злость живет у нас где? В печени. Заметьте, что злость это очень хорошее чувство. Именно на чувстве злости, например, спортсмены ставят мировые рекорды. Не так ли? Они что-то не на чувстве любви летят. Именно злость говорит стоп, ближе не подходи. Если мы можем осознанно управлять своей злостью, мы можем ставить и мировые рекорды, мы можем сказать стоп, нет, со мной так нельзя. Заметьте, что все конфликты, даже мировые, включая конфликты между странами, это про то, что нарушены границы. Одна страна, например, вторгается в границу другой страны. Одна становится агрессором, другая становится жертвой. И именно эта же динамика происходит индивидуально в психике человека, у которого нарушены границы или у которого есть запрет на чувство злости. Иногда родители своим неграмотным воспитанием запрещают ребенку испытывать чувство злости. Например, если вы понаблюдаете за маленькими детьми, там, ну, трех, там, четырех, пяти лет, иногда ребенок, там, порвет книжку, да, вот, и причем так эмоционально, или возьмет черный фломастер и, там, начиркает что-то, то ли в книжке, то ли на листочке, либо оторвет, там, отломает колесико у машинки. На что взрослые родители неосознанно, тоже невинно, может сказать, зачем ты это делаешь? Не надо черным фломастером вот так вот чиркать. Возьми желтый фломастер, нарисуй солнышко. И тогда что на уровне души понимает ребенок? Он же запечатлевает еще все эмоциями, у него еще нет логики, да, что как будто вот то напряжение, или ту злость, которая накапливается, между прочим, у нас в течение дня каждый день, да, каждый день нужно разряжать эту злость. Как? Упал на пол, отжался 500 раз, так, чтобы было движение, дыхание, звук, движение, дыхание, звук, то есть дать физическую нагрузку. И тогда эта злость трансформируется в какое чувство? Доброту. Заметьте, что когда вы голодные, вы всегда злые, не так ли? А когда вы покушаете, вы сразу добреять начинаете, да, поэтому, когда ребеночек выражает спонтанно эту злость, да, ему нужно помочь, да, направить эту злость, сказать, что злиться нормально, да, но другой человек к твоей злости не имеет никакого отношения, поэтому давай мы вместе с тобой сейчас оденем кроссовки, выйдем вот в парк, возьмем палку, да, и я тебе разрешу постучать, или там мы пробежимся с тобой, вот там три километра, либо я разрешу тебе покричать, либо мы с тобой поиграем в футбол, или во что-то, где ребенок может физически разрядить, да, вот это вот свое напряжение, поэтому, если человек знает себя жертвой, это говорит о том, что у него подавленная злость, что его либо не научили выражать злость, и он даже не знает, как это злится, или как сказать стоп, либо чувство злости под запретом, да, такая системная плита такая, не смей выражать злость, и тогда нужно дать сначала этому человеку интеллектуальную информацию об этом, да, хорошо терапию проводить телесно-ориентированную, например, когда мы позволяем там бить грушу, да, если вы знаете, вот в Японии там есть такие комнаты разрядки, да, когда человек выходит с работы, и за целый день у него накопился стресс, злость, то он может разрядить это состояние здесь, в этой релакс-комнате, не принося это домой. Поэтому из жертвенного состояния, конечно, надо выходить. Это незрелая личность, это подавленная, травмирующая психика, и её можно исцелять. И знаете, что любая травма, она проходящая. Это было уже в прошлом. И любая боль на этой планете Земля тоже проходящая. Однажды ей нужно отдаться и оставить её там, где ей место, для того, чтобы открыться более счастливой, более ресурсной, более благополучной, изобильной му-качеству жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова